МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Юля Ракотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Вернули муниципалитету. Еще один детский сад во Владивостоке реконструировали, и совсем скоро он примет первых малышей. Садик готов к открытию где-то процентов на 60. К родным берегам вернулся отряд кораблей техокеанского флота. Наши моряки побывали в Японии, Корее, Сингапуре и других странах. От имени командования флота, от имени всего коллектива флота приношу вам свою искреннюю благодарность. Рубрика в топ-5. Сегодня покажем, как рисовать тенями, а также как создаются скульптуры из волос. Восьмой канал продолжает рассказывать о самых рейтинговых новостях в сети. Также в выпуске в Москве пройдет допрос Игоря Пушкарева. Экс-мэр Владивостока даст суду подробные показания по своему уголовному делу. И еще расскажем, массовые проверки ожидают водителей. Приморья госавтоинспекция призывает сообщать о неадекватном поведении на дорогах. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Пожар случился в четверг днем в школе номер 33 на улице Сахалинской во Владивостоке. Сообщение в МЧС о нем поступило в 13 часов и одну минуту. В здании сработала пожарная сигнализация. Через 7 минут расчеты прибыли на место. Ученики и сотрудники школы были оперативно эвакуированы. Ребят разместили в детском саду неподалеку. Наблюдалось сильное задымление в подвале. Там горел хозяйственный хлам. Учебные помещения при этом не пострадали. В тушении пожара было задействовано 46 человек и 9 единиц техники. В 13.50 открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал. Всего было эвакуировано 315 человек. Из них 285 детей. 30 детишек были размещены в ближайшем расположенном детском садике. Остальные дети направлены к местам проживания. Занятия, естественно, были отменены. В январе в каждом 13-м ДТП в Приморье пострадали дети. Такую статистику приводит Госавтоинспекция края. Возраст пострадавших от года до 17 лет. К счастью, обошлось без смерти, однако в 21-м ДТП травмы получили 24 ребенка. Рост по числу автоаварий составил 16%. 52% ДТП, связанные с наездом на пешехода, 24% – это столкновение транспортных средств. В большинстве случаев несовершеннолетние пострадали из-за нарушений правил движения водителями. Между тем, Госавтоинспекция призывает и пешеходов быть внимательнее. С начала года на территории региона произошло 60 автомобильных аварий с участием пешеходов. 5 человек погибли, 57 получили травмы. Наибольшее число пострадавших во Владивостоке – находки и уссурийски. Стоит напомнить, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам водителю грозит штраф в размере до 2500 рублей. С начала года за это привлечены к ответственности почти 1300 рулевых. В свою очередь, если пешеход нарушил правила, то ему придется заплатить до 1500 рублей. Тех, кто перебегал дорогу в неположенном месте, инспекторы поймали 3000 раз. Самым аварийно опасным временем стал промежуток с 18 до 21 часа. К слову, чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций, Госавтоинспекция Приморья на выходных проведет массовые рейды. Мероприятия направлены на предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения. Будет задействовано максимальное число экипажей, дорожно-патрульная служба, а также сотрудники аппарата управления ГИБДД Приморского края. Полиция обращается ко всем участникам движения с просьбой сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. С начала года в регионе в целом произошло 163 автоаварии с пострадавшими. 14 человек погибли. Рост по числу ДТП составил 19%. Отряд боевых кораблей Техокеанского флота возвратился из дальнего похода, который продолжался более трех месяцев. В течение трех с половиной месяцев корабли ТОВ постили девять стран. Среди них Япония, Республика Корея, Китай, Индонезия, Бруной и Сингапур. На церемонии встречи побывала и наша съемочная группа. Больше трех месяцев эти военные моряки находились вдали от Приморья своего родного дома. 1 октября прошлого года Техокеанский флот снарядил отряд боевых кораблей для выполнения сразу нескольких боевых задач. В состав отряда вошли ракетный крейсер «Варяг» и противолодочный адмирал «Пантелеев», а также большой морской танкер «Борис Бутома». По возвращении все моряки, еще не успевшие повидать своих жен и девушек, первым делом выстрелились на плацу, где их лично благодарило командование ТОВ. От имени командования флота, от имени всего коллектива флота приношу вам свою искреннюю благодарность и выражаю вам наше глубокое уважение. Благодарю за службу! Служба России! Далее экипаж кораблей вернулся обратно, после чего им уже дали команду вольно. После такого приказа наиболее удачливые моряки оказались в объятиях своих любимых, родственников и друзей. Встреча была эмоциональной и неудивительна. Поход, в ходе которого отряд боевых кораблей посетил 9 стран, длился 3,5 месяца. За это время приморские военные побывали в Японии, Сингапуре, на Филиппинах и даже в Индонезии. В водах Индийского Тихого океана восьми морей с достоинством и честью показали свою выучку, образцовывая содержание кораблей, приняли участие в международном военно-морском параде, который проводится раз в 10 лет в акваториях Восточно-Китайского моря. Все мероприятия, все поставленные задачи командующим флотом выполнены, оценку отлично. Кроме боевой кругосветки, отряд кораблей ТОВ выполнил и еще одну задачу. Военные моряки продемонстрировали в Азиатско-Тихоокеанском регионе Андреевский флаг, что, по мнению руководства флота, укрепит военно-морское сотрудничество между странами АТР. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Новый городской детский сад на Давыдово планируют открыть в марте. Обустройство учреждения подходит к концу. Уже начались работы по приведению территорий в порядок. У детского сада номер 42 добрая и необычная история. Подробнее о ней в нашем следующем сюжете. Историю появления нового городского детского сада на Давыдово-14А можно по праву назвать уникальной. Первых воспитанников здесь приняли еще в 1977 году, когда детсад «Искорка» принадлежал заводу «Изумруд». Позже завод продал его в частные руки. Так, более 40 лет, до 2017 года, садом заведовала Людмила Корицкая. А год назад владелица решила освободить помещение. Но не на продажу. Детский сад она передала муниципалитету. Вручила эту бумагу и говорит, я вам его дарю. Несмотря на то, что директор завода мне говорил. Мы еще что-то сделаем, давайте еще. Я говорю, нет, я его дарю городу. Как только детсад поступил в ведение администрации города, в нем начали масштабный ремонт. Сейчас здесь новые санузлы, электропроводка, пищеблок. Отремонтировали помещения групп, музыкальные и спортивные залы. Осталось лишь закупить мебель и благоустроить территорию. Ну, садик открыт, готов к открытию где-то процентов на 60. После того, как будет закуплено полностью оборудование на пищеблок и будут оборудованы группы мебелью, тогда уже можно будет деток запускать. Готовность сада оценили исполняющие обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк, председатель Думы города Андрей Брик, замглавы администрации Игорь Ткаченко, а также специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования. В принципе, хороший комплекс, который нужен этому району и нашему городу. И хорошо, что мы его, можно сказать, скоро пустим в эксплуатацию. Есть недочеты, те, которые возможно исправить. И именно все нормы здесь по 2018 году учтены, а это самое главное. Олег Гуменюк поручил найти в бюджете средства на детскую мебель, а также на асфальтирование прилегающей территории. Открыть сад готовится в максимально короткие сроки. Встречать 170 малышей в детском саду номер 42 на Давыдово, 14А, планируют уже в марте. Анна Бережная, Новости на Восьмом. Оплатить коммунальные услуги стало легко, доступно, быстро и просто. Дальневосточная энергетическая компания, входящая в группу «Русгидро», открыла первые в Приморье единственные расчетно-информационные центры во Владивостоке и Артеме. В перспективе предполагается создать сеть подобных центров энергосбытовых компаний группы «Русгидро» по всему краю. На открытии центров в Приморской столице побывал наш корреспондент. Подробности в следующем материале. Теперь оплатить электроэнергию, тепло, коммунальные услуги легко, доступно и удобно. Во Владивостоке стал функционировать единый расчетно-информационный центр. ЕРИЦ обслуживает население и юридические лица по принципу единого окна, предлагая широкий спектр удобных способов оплаты за энергоснабжение и жилищно-коммунальные услуги без комиссий, а также предоставляет дополнительные услуги по ремонту и установке энергооборудования. Сейчас получают единую квитанцию за тепло и свет. В перспективе планируется включение других ресурсоснабжающих организаций. Теперь гражданам не придется ходить в несколько мест. Достаточно будет обратиться в ЕРИЦ. Вы понимаете, что к одному человеку сегодня приходит несколько квитанций на каждый вид услуг. Мы предлагаем одну квитанцию, которая, естественно, и с точки зрения экономики для человека удешевит саму квитанцию. То есть вместо... там вот в Красноярском крае у нас до восьми квитанций приходило, сегодня одна приходит. Понятно, что на 50% мы сократили стоимость этой квитанции. Ну и человек получает здесь весь комплекс услуг, связанный с жилищно-коммунальным хозяйством. Мне кажется, это удобно. Центр во Владивостоке комфортен для посетителей и оснащен самым инновационным оборудованием – электронными информатами. Для детей в центре предусмотрена игровая зона. Есть возможность подзарядить мобильное устройство. Также ЕРИЦ адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. На помощь готовы прийти как сотрудники центра, так и робот-консультант Светлана. Я создана для того, чтобы оказывать помощь клиентам в решении вопроса для снабжения и просто развлечь беседой. Создание единых расчетно-информационных центров на Дальнем Востоке – это часть программы «Русгидро» по консолидации энергосбытовой деятельности. Несколько таких офисов уже работают в Сахалинской области, Хабаровском крае и Амурской области. Все предусмотрено для того, чтобы человек чувствовал себя здесь комфортно. Поэтому будущее именно за такими центрами. Вот сейчас порядка 500 тысяч клиентов уже будут обслуживаться через эти два центра. Думаю, что количество лицевых счетов будет обслуживаться и это будет расширяться. Надеюсь, что в ближайшее время и на Чуркине, и на Второй речке откроются такие центры в городе Владивостоке. Дальше пойдут по нашим другим городам. Это же современный уже уровень и, безусловно, именно за этим будущее. В планах открыть Ярица во всех населенных пунктах Приморья, где сегодня представлена Дальневосточная энергетическая компания. Главная цель проекта – организовать работу так, чтобы люди тратили на решение вопросов только необходимый минимум времени и при этом чувствовали себя комфортно. ДЭК вводит на Дальнем Востоке лучшие практики, уже опробованные в других регионах страны и доказавшие удобство и эффективность. Консолидация услуг ЖКХ в одном месте позволит муниципалитетам, ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям экономить средства на введение лицевых счетов, печати и доставки квитанций, повысить уровень расчётов в сфере ЖКХ и сделать их прозрачными. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. В Тверском районном суде Москвы 25 января в открытом судебном заседании состоится допрос экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В ходе заседания Игорь Пушкарёв намерен дать подробные показания по существу предъявленного обвинения, а также рассказать об обстоятельствах, которые предшествовали его задержанию. Заседание назначено на 9 часов утра по Москве. Информоагентство ВладНьюз будет вести прямую трансляцию. Напомню, 21 января судом был продлён срок содержания под стражей Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва до 26 апреля. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест или залог для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова. Также защитники просили изменить меру пресечения и отпустить под залог или предоставить дополнительное время для прогулок Андрею Пушкарёву, который нуждается в постоянной медицинской помощи. Несмотря на все аргументы, Тверской суд традиционно удовлетворил ходатайство обвинения. Отмечу, Игорь Пушкарёв находится под стражей уже два года и восемь месяцев. Очередной автомобиль ушёл подлёт во Владивостоке. В озеро на Патрокле теперь провалилась Тойота «Алеон», которую утром 24 января нашли местные жители. По всей видимости, после происшествия водитель решил оставить своё авто в ледяной воде. Безыменное озеро Патрокло не первый год притягивает автолюбителей. В декабре 2018-го здесь зафиксировали два случая, когда машины проваливались под лёд. Уже в новом году, 8 января, в воду ушёл тяжёлый микроавтобус «Ниссан Эль Грант». Притягивает непрочная поверхность и рыбаков. Так на днях в ледяную воду провалился мужчина в районе бухты Фёдорова. Двое очевидцев бросились к пострадавшему на помощь и сумели вытащить его при помощи бревна. Между тем, спасатели и власти ещё раз напоминают – выход на лёд опасен для жизни. Категорически запрещен и выезд на него всех видов транспорта. Несоблюдение этих правил влечёт штраф на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных лиц – от 3000 до 5000, на юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой… Выпускникам Владивостока нужно определиться с экзаменом по выбору до 1 февраля. Владивосток может стать лучшим городом страны, жителей, гостей края вновь зовут поучаствовать в онлайн-конкурсе. Верокс возвращается теперь, это будет фестиваль культуры Экспо. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра САНОС. Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260 60 40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Ракотская. И мы продолжаем. Выпускникам Владивостока нужно определиться с экзаменом по выбору до 1 февраля. Владивосток может стать лучшим городом страны. Жители и гостей края вновь зовут поучаствовать в онлайн-конкурсе. Верокс возвращается. Теперь это будет фестиваль культуры Экспо. До 1 февраля выпускники школ Владивостока должны решить, какие именно предметы помимо русского языка и математики они хотят сдавать в форме ЕГЭ дополнительно. К слову, на выбор предлагаются 9 предметов, среди которых физика, химия, биология, география и другие. Уже много лет среди лидеров предметов на выбор – общество знания. Плюс ко всему, в этом году выпускники впервые смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку. До этого для сдачи были доступны английский, французский, немецкий и испанский. Приняв решение, ребята должны подать соответствующие заявления руководству образовательных учреждений. Дальневосточная столица может стать лучшим городом страны. Жители и гостей края вновь зовут поучаствовать в онлайн-конкурсе «Города России». Голосование за самый привлекательный и узнаваемый город продлится до конца года. Конкурс проводится для укрепления национальных ценностей и повышения интереса к истории. На сегодня в голосовании участвуют 83 города Владивосток на восьмом месте в тройке лидеров – Пенза, Нальчик и Курск. До конца года у нас есть возможность вывести дальневосточную столицу в лидеры. Напомню, в 2017-м так и случилось. Благодаря активности жителей Владивосток стал символом новой купюры в 2000 рублей. Верокс возвращается в обновленном формате. Открытый фестиваль культуры Верокс-экспо пройдет с 21 по 23 июня во Владивостоке. Экспо продолжит историю фестиваля Верокс, который проходил в Приморской столице с 2013 по 2017 год. По замыслу организаторов Верокс-экспо – открытый фестиваль культуры, креативная лаборатория идей. От стрит-арта, музыки, спорта до блокчейна, новых музыкальных стримингов и многого другого. По словам одного из основателей и организаторов музыканта Ильи Логутенко, сейчас нужно концентрироваться на локальных бизнес-моделях, находить новые форматы. Особое внимание уделено арт-составляющей у руля этого направления встанет Дмитрий Аский – яркий представитель нового поколения художников России. Во Владивостоке появятся новые яркие фрески, а в городских галереях откроется сразу несколько интересных выставок. Точкой притяжения меломанов станет «Мумитроль Мьюзик Бар». Запланированы выступления музыкальной группы и диджеев из разных стран. Спортивные события пройдут в этот раз на воде, а маркет расположится в одном из кинотеатров. И если новый Верокс нам ждать еще почти полгода, то эти выходные уже приготовили немало приятных сюрпризов. Во Владивостоке в ближайший уикенд будет работать множество культурных, развлекательных и познавательных мероприятий и площадок. О них по традиции в рубрике «Афиша» расскажет Анна Бережная. Пятница, 25 января. На церемонию, предваряющую закрытие выставки «Великий Карл», произведение Карла Брюлова и его учеников из Собрания Государственного русского музея приглашает Приморская картинная галерея. На финисаже прозвучит инструментальная музыка, приятный сюрприз подготовила и студия Театра молодежи под руководством Анастасии Федосеевой. Со время работы выставки успешно проведен лекторий. Более десяти авторских лекций посвятили жизни и творчеству Карла Брюлова. Более четырех тысяч гостей побывали на экскурсиях и квестах, разработанных научными сотрудниками Приморской картинной галереи. Начало мероприятия в 17.00, вход свободный. Быль, ставшая трагикомедией, на спектакль «Товарищ», приглашая театр имени Максима Горького. Действия пьесы Жака Диваля, которую не так давно перевели на русский язык и впервые поставили на сцене российского театра, происходит в Париже в 20-е годы прошлого столетия. В одном из маленьких отелей в нищете живут русские эмигранты Михаил и Татьяна Урядьевы. Еще несколько лет назад они принадлежали к высшим кругам Российской империи. Урядьевы считают каждый франк, в то время как на счету в Парижском банке лежат огромные деньги, доверенные главному герою, последним российским императором для трат только во плага России. Вокруг этих денег разворачивается главная интрига пьесы. Ее главные герои и не подозревают, что скоро в их жизни произойдет встреча с товарищем из новой России, которая весьма неожиданно решит судьбу царских денег. Начало в 18.30 стоимость билетов от 400 до 1500 рублей. Концерт «Татьянин день. Песни о любви» состоится на сцене Приморской филармонии в программе «Песни о любви и верности, нежности и красоте». Известные композиции, любимые публикой. Начало в 18.30 стоимость билетов 500 рублей. Оперу Евгений Онегин дадут на Приморской сцене Мариинского театра. Либретта Петра Чайковского и Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина. Начало в 19.00 стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. Суббота, 26 января. Матч «Адмирал-Сибирь» состоится в Фетисов-арене в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018-2019. Начало в 17.30 стоимость билетов от 300 до 2000 рублей. Дети до 7 лет могут пройти бесплатно, без предоставления сидячего места. На сцене театра молодежи дадут драму по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Действие происходит накануне Великой Отечественной войны в 1940 году. Спектакль рассказывает об учениках 9-го Б-класса, об их взрослении и становлении личности о дружбе и любви, первом серьезном нравственном выборе и противостоянии системе. Их молодости, которая категорично, безоглядна и стремительна, и очень коротка, потому что «Завтра была война». Начало в 18.00 стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Мариинский театр приглашает на балет «Корсар». Приключения Корсара Конрада и очаровательной Мидоры – одна из историй великой любви, способной выдержать любые испытания. Абсолютный успех этого сюжета не удивляет, ведь здесь есть все, что так любит театральная публика – пираты и кораблекрушения, восточный гарем и невольничий рынок с похищенными красавицами. А над всем царит любовь, преодолевающая самые невероятные преграды. В спектакль Ильдара Алиева бережно включены фрагменты легендарной версии Мариуса Петипа, украшенной роскошными хореографическими сценами и ансамблями. Начало в 14.00 в 19.00, стоимость билетов от 200 до 4000 рублей. Воскресенье, 27 января. Шоу «Карины» и Артура Багдасаровых «Планета 13» пройдет во Владивостокском цирке. Работа на грани без страховки, синтез красоты и невероятных трюков. Воздушные гимнасты, акробаты, иллюзионисты, коннотоходцы, клоуны. В программе «Планета 13» лучшие титулованные разножанровые номера цирка Никулина. Начало в 16.00, стоимость билетов от 500 до 1800 рублей. Дети до трех лет могут посетить цирк бесплатно. Персональная выставка Никаса Сафронова «Зима, живопись, оптимизм» продолжает работу в Большом Гуме. В публике представлена крупнейшая коллекция картин известного российского художника. Сто живописных и графических работ, созданных в период с конца 90-х годов до настоящего времени. Пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции. Стоимость билетов от 150 до 450 рублей. Выставка продлится до 24 февраля. Баскетболисты Владивостокского клуба «Спартак Приморья» проведут матч Суперлиги. Первый дивизион в спорткомплексе «Олимпийц». Соперник – клуб «Купол Родники». Серия пройдет до трех побед. Начало в 19.00, вход на боковые секторы трибун свободный. Ну а пока мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже шокировало пользователи интернета. Сегодня расскажем и покажем, как рисовать тенями, скульптуры из волос, танцующего директора, а также танец с бровями и луну, которая образовалась в реке. Все подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике в ТОП-5. Бельгийский режиссер и иллюстратор Винсент Баль создает изображение, играя с тенью различных предметов быта. В его воображении любая тень превращается в уникальный образ, который тут же становится реальностью при помощи ручки и листа бумаги. Своими забавными фантазиями автор делится в Инстаграм. Так, с его легкой подачей тени от листьев могут приобретать очертания животных, а отражения стеклянных бокалов превращаются в мини-вселенную конкретных персонажей. На такие иллюстрации у автора уходит две минуты. Летиция Ки, художница из Кот Дивуара, готова показать свои волосы всему миру. Но не просто так, а в виде креативных скульптур, изображающих различного рода жесты и предметы. Летиция очень гордится своими волосами и сине-черными, длинными и очень густыми. Мои скульптуры, выражения моих мыслей, говорит Летиция. Мысли красавицы с берега слоновой кости уже завоевали фанатов по всему миру. В сети появилось видео, записанное в одной из китайских школ. Образовательные учреждения Поднебесной славятся своим трепетным отношением к здоровью учеников. И неудивительно, что там проводятся массовые тренировки. Так, на одной из таких утренних зарядок вместе со своими учениками станцевал и директор школы. Делает он так и на переменах, за что заслужил титул «Самый лучший директор в мире». Ролик, на котором мужчина танцует на трибунах стадиона, набирает популярность. Казалось бы, ничего необычного, но пользователей удивил танец. Его исполняет не только тело юноши, но и его брови. Выглядит это так, будто брови управляют человеком, а не наоборот. В штате Мэн в одной из рек появилась огромная луна. И это не какой-то арт-объект или удачный ракурс отблесков солнечных лучей на воде, а созданная природой махина изо льда 90 метров в диаметре, которая еще и вращается. И если бы вы увидели нечто подобное своими глазами, то наверняка поверили бы во что угодно. Ученые при этом, как всегда, снижают градус чудесности и быстро находят рациональное объяснение. Они называют речную луну необычным, но естественным явлением, возникающим, когда большая куча слякоти замерзает в вихре, или когда отколовшийся кусок льда начинает вращаться. При движении эта масса стачивает края о воду и камни, окончательно приобретая форму круга. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8-го канала. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. И далее к новостям спорта. Адмирал проведет благотворительный матч в эту субботу. Премиальные за победы спортсменам Приморья поднимут до Олимпийского. Решение о дальнейшем существовании луча будет принято 30 января. Подробности в нашем спортобзоре. Субботний матч Адмирала в КХЛ против Сибири во Владивостоке будет благотворительным. Все собранные средства пойдут на борьбу с онкологией для экс-защитника и капитана моряков Самвелом Натяна. Такое решение принял президент Адмирала. Игра состоится 26 января в 19.00. Приморцам, которые добились высоких успехов в неолимпийских видах спорта, увеличат премиальные. Депутаты законодательного собрания готовят закон, который исправит многолетнюю несправедливость. Сейчас за победу на чемпионате мира по одному из олимпийских видов спорта приморцы получают от государства миллион рублей. А если вид спорта неолимпийский, всего 20 тысяч. Теперь суммы премиальных изменятся. Департамент физической культуры и спорта Приморского края в ближайшее время представит на обсуждение депутатов новый вариант системы премирования. Вознаграждение за успехи увеличат и тренерам, которые готовят чемпионов. Решение о дальнейшем существовании «Луча» будет принято до 30 января. К этой дате в Российский футбольный союз будет предоставлен план финансового оздоровления Приморского клуба. Ранее сообщалось, что руководство «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом. Долги составляют 200 миллионов рублей. Власти региона в курсе сложившейся ситуации. Допущенный прежним руководством клуба в период с 2012 по 2017 года финансовые злоупотребления поставили команду на грань банкротства, в связи с нарастающим за счет пени долгами по налоговым платежам. Прежнее руководство клуба оказалось неспособно отчитаться за полученную субсидию из краевого бюджета в размере 65 миллионов рублей. Отсутствие отчетных документов фактически означает нецелевое расходование бюджетных средств и влечет за собой правовые последствия для клуба, вплоть до возбуждения уголовных дел. В этом сезоне «Луч» после 24 туров занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 35 очками в активе. Дмитрий Беломеснов, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Вернули муниципалитету еще один детский сад во Владивостоке, реконструировали, и совсем скоро он примет первых малышей. В Москве пройдет допрос Игоря Пушкарева, экс-мэра Владивостока, до суду подробные показания по своему уголовному делу. Массовые проверки ожидают водители Приморья. Госавтоинспекция призывает сообщать о неадекватном поведении на дорогах. К родным берегам вернулся отряд кораблей Техокеанского флота. Наши моряки побывали в Японии, Корее, Сингапуре и других странах. Владивосток может стать лучшим городом страны. Жители и гостей края вновь зовут поучаствовать в онлайн-конкурсе. До 1 февраля выпускники школы Владивостока должны решить, какие именно предметы, помимо русского языка и математики, они хотят сдавать в форме ЕГЭ дополнительно. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал, главное, Владивосток. Российские экстремалы выполнили смертельный трюк в небе Вьетнама. При этом известного парапланириста Александра Орлова и эквилибристку Анжелу Кулагину едва не унесло в море. Они выполнили трюк на высоте 300 метров. Любители острых ощущений договорились о постановке номера заранее. При этом лететь пришлось на чужом параплане из-за таможенных проволочек. Взлет был сложный. Но Анжела смогла выполнить на высоте свой гимнастический трюк. Гимнастка от полета отказалась в полном восторге. Ей удалось повторить элементы своей программы, с которой она выступала на чемпионате мира. Сейчас за сложным исполнением номера наблюдаем вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом.